Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня мы поговорим о том, почему хлеб бывает кислым. И этот разговор сегодня пойдет, конечно, о пшеничном хлебе, потому что в ржаном хлебе кислинка не только допустима, но и многими желаема. И это оттенок вкуса, который мы привыкли в ржаном хлебе воспринимать, и он воспринимается положительно. Мне задают вопросы, почему хлеб бывает кислым. И я решила сегодня с вами поделиться информацией, которую сама долго искала. У меня поначалу тоже хлеб пшеничный был кисловатый, не очень вкусный. И я искала, читала в разных источниках, экспериментировала, и сделала для себя несколько выводов, которыми я сегодня с вами хочу поделиться. Основных причин три. Ну, конечно, от каждой из них можно сделать разные выводы, ответвления, развитие каждой темы. Но основные причины три. Первая причина – это закваска. Вторая причина – это температура. И третья причина – это мука. Начнем с закваски. Источник повышенной кислотности вашего пшеничного хлеба, как правило, в закваске. Не поленитесь. Откройте и попробуйте вашу закваску, на которой вы печете. Если у вас хлеб кисловатый, я с большой долей уверенности могу сказать, что у вас закваска очень кислая. Я недавно делала видео о том, в каких пропорциях кормить можно закваску и что из этого следует. Посмотрите, пожалуйста, там я пробую после разных этапов кормления своей закваски и говорю о том, какой у них вкус. Так вот, у моей рабочей закваски, после того, как я ее достала из холодильника, вкус напоминает кефир, который постоял немножечко в тепле и так начал подбраживать. Он кислый, но такой приятный, чуть-чуть кислее, чем хотелось бы, но он такой кисломолочный, мягкий и интересный на вкус. Если у вас закваска перестояла и перекисла, у нее будет другой оттенок вкуса. Я сегодня специально вызываю для вас не свою рабочую закваску, а те остатки, которые хранятся и наверняка уже перекисли. Хочу попробовать и сказать вам, какой вкус. Очень кисло, очень-очень кисло. Такое резкое слюное отделение. Здесь уже не кефирный привкус, здесь привкус уксусный скорее. И даже слегка с какой-то горчинкой. Так вот, если ваша закваска накопила избыточной кислотности, то скорее всего ваш хлеб будет кислым. Более того, он будет хуже подниматься, потому что повышенная кислотность убивает подъемные силы закваски. Не сразу, но постепенно снижает. Поэтому попробуйте свою закваску. Если она очень кислая, я рекомендую вам вывести новую закваску и сравнить на старой закваске и на новой закваске качество хлеба. Можно пойти другим путем и снизить кислотность закваски несколькими кормлениями. То есть вы берете вашу кислую закваску, вы ее попробовали, поняли, что она кислая, но она хорошо поднимает хлеб и вам нравится, как она работает. Значит, вы ее берете, кормите, дожидаетесь пика, отбираете часть, кормите еще раз и, возможно, еще раз. То есть двухкратным или трехкратным кормлением вы тем самым снижаете кислотность закваски. Того же эффекта можно добиться, если брать меньше исходного стартера и больше объема кормления. То есть вы берете, например, 20 граммов исходного стартера из холодильника и кормите плюс 50 граммов воды и плюс 50 граммов муки. То есть у вас большой объем кормления. И пока ваша закваска освоит весь этот объем кормления, она не успеет накопить повышенную кислотность. То есть либо мы разбиваем на несколько этапов кормления, либо мы увеличиваем объем кормления. Можно сделать и то, и то. Можно покормить большим объемом и в несколько этапов. Тогда вы убьете двух зайцев и у вас гарантированно не будет кислотности, повышенной в вашем клеве. Еще один важный момент. Я уже говорила о том, что повышенная кислотность закваски приводит к тому, что она хуже начинает поднимать хлеб. Таким образом, вы с каждым разом сбраживаете ваше тесто, либо растаиваете хлеб все дольше, дольше и дольше. Вы стараетесь добиться объема хлеба. У вас закваска перекисла. Она не дает такого объема. И у вас брожение все дольше, дольше и дольше. Соответственно, чем дольше брожение, тем выше кислотность закваска. Это мы уже выяснили. Это я показывала в видео по объемам кормления. И это я вам уже сказала, что чем дольше бродят, тем выше кислотность. Второй фактор. Температура. Чем выше температура, тем быстрее работают наши бактерии, тем быстрее накапливается кислота. Попытайтесь понизить температуру. Здесь, знаете, два таких интересных фактора. С одной стороны я говорю, уменьшайте время. С другой стороны я говорю, уменьшайте температуру. Хотя, чем ниже температура, тем дольше, казалось бы, время. Но температуру надо понижать в граммах. Либо мы сбрашиваем наше тесто или растаиваем хлеб при температуре порядка 28 градусов. И тогда тесто поднимается быстро. И мы быстро отправляем в печку. Если мы передержали закваску при такой температуре, она на 100% перекиснет. Закваску, либо хлеб, либо тесто, неважно. 100% перекиснет. Если вы держите при температуре 20, 21, 22, брожение происходит медленнее. Накопление кислот происходит медленнее. И вы получаете хлеб, возможно, с кислинкой, но с гораздо меньшим. А еще меньше кислинки вы получите, если будете проводить ваше брожение, либо растойку в холодильнике. При температуре от 4 до 10 градусов тепла. Лучше от 8 или от 6 до 10, потому что при 4 там вообще все жизненные процессы останавливаются. Она практически засыпает у нас. И тогда ваша закваска, и тогда ваше тесто, оно не успеет накопить повышенную кислотность. Будет вкусный, ароматный, прекрасный хлеб. И третий фактор. Это мука. В муке цельнозерновой гораздо больше питательных веществ для наших молочных кислых бактерий. Им это естественно нравится, и они с большим желанием поглощают эти питательные вещества. Они быстрее размножаются в этой питательной среде. Поэтому и кислотность при использовании цельнозерновой муки набирается выше. Что с этим делать? Ну, кто-нибудь скажет, может быть не использовать цельнозерновую муку? Конечно, использовать. И я всегда говорю, растаивайте, выбраживайте до готовности, до полного выбраживания. Вот здесь в виде можно поступить. Если вы используете цельнозерновую муку, или по каким-то другим причинам вам не нравится кисловатый привкус вашего хлеба, уменьшите время брожения. Сделайте его короче. За более короткий срок у вас не успеет накопиться кислотность в вашем тесте. И тогда чуть-чуть недобродившее тесто, чуть-чуть недорасстоявшиеся заготовки, они будут прекрасными на вкус. Прекрасно раскроются разрезы. Вообще никаких проблем не будет. Вы потеряете доли процентов во вкус и ароматики. Возможно, а возможно и нет. Но вы получите качественный, хороший, не кислый хлеб. Попробуйте сократить время брожения. И тогда, я думаю, успех вам гарантирован. Итак, три фактора. Закваска, температура, мука и несколько рецептов. Что с этим делать? Пишите о своих успехах, задавайте вопросы. Будем вместе разбираться. Будем узнавать много нового. И спечем еще много всего интересного.